Итак, выступает заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка вселенной Ирина Климова. Ну, злодеев, честно тебе скажу, играть не люблю. Но ведь слоник далеко не положительный персонаж. Очень милый, согласись. Попела, попела, ушла с эстрады, значит, опять в театр. Жажда наживы тогда взяла вверх. Деньги были явно нужны. Ну, нашли до кого докопаться. Ну, до Климовой, но она уже божий человек. Ты имеешь в виду какая-то ситуация с разводом, что ли? Вот это да. С Лёшкой? Мария Магдалена, персонаж достаточно неоднозначный. Меня обвиняли, что я была слишком чистая. А каково это было потом словить, как сейчас говорят, эй, всей страны? Наверное, это взаимно просто на ужас. Давай, милый. СВИЧ! СВИЧ! Что мы начинаем, товарищи? Ой, прости, господи. У меня поза не видно. Все, забудь про него. Зато сейчас так удобно. Как вы сказали? Да как хотите. Мне уже все равно. С какой стороны ни семью, все равно будет лысая башка. Дай пирожка. Всем привет. Меня зовут Ирина Климова. Поговорим с вами о жизни, о театре, о кино. Обо мне немножко. Я очень надеюсь, что этот разговор будет вам интересен и полезен. Сейчас выходит, вышел спектакль «Старомодная кометика». Что за странное соотружение вы подрузили себе на голову? Нет, ну на девушке бы еще сошло. Ну вы как никак не молодая женщина. Я бы сказал, пожилая. Простите. Вдруг такое «не разбери, поймешь». Что, правда, «не разбери, поймешь»? Несомненно. А, как пить, я не думала. Драматургически разные критики пишут разное. Что это новый взгляд на отношение возрастов, на отношение к жизни, на много чего еще. Какая фабула этого спектакля и что, к чему должен готовиться зритель, придя на этот спектакль? Ни к чему. Вообще приходить на спектакль не надо готовиться. Единственное, нужно, ну как сказать, открыть себя. Так, кто там у нас шумит, а? Иначе нам будет мешать их, надо погонять там. Кто шумит? Обычно я тут всех гоняю. Ну потому что у меня. Они в курсах просто уже. Не только, я же председатель профсоюза. На мой взгляд, лучше вообще специально ни к чему не готовиться. Чтобы у тебя был такой чистый листочек, на который уже будет что-то написано из того, что ты увидишь непосредственно. Я понимаю, что пьеса известная много раз ставилась. Все равно разные люди, разные режиссеры прочтут это по-своему. Я читала тут, кстати, одну статью, и человек писал, что я вообще ничего не ждал от этого. Ни хорошего, ни плохого. Я понимала, что много раз уже все это видено-перевидено, и ставилось, и снималось, и так далее. Поэтому у меня не было никаких ожиданий. И когда я пришел и увидела то, что есть, я был в полном восторге, потому что я воспринимала ровно то, что происходило. Без каких-то призм, через которые мы повернули и смотрим. Мне кажется, что вообще на такие довольно известные произведения лучше идти с открытым забралом, с чистым сердцем и открытой душой, как говорит моя героиня Лидия Васильевна. Вот тогда вы увидите ровно то, что мы хотим сказать. Без каких-то там своих предубеждений, скажем так, соображений, которые вы будете на это накладывать. Вот лучше так, потому что действительно прочтение не совсем обычное. Смешу, беритесь за ручку. Ну вот. Взяла. Так, хорошо? Ничего себе. Вот так хорошо. Я даже не могу сказать, что мы говорим про каких-то пожилых людей. Речь идет просто о том, что люди иногда теряются в этой жизни. Теряются, потому что сложно живут. Теряются в каких-то своих потерях на пути жизненном. Иногда застревают в этом. Иногда вот этот рюкзачок, который мы собираем по жизни, и который надо, вот прожили, ну выброси. А мы берем с собой и тащим. Либо впереди, либо сзади, куда-нибудь присобачиваем это все дело. Это как бы произведение, спектакль, скажем так, не произведение, спектакль. Он ровно о том, что два человека, на самом деле, неважно в каком возрасте. Да, конечно, у них есть жизненный опыт, есть какая-то биография. Когда они живут, в каком времени, в нашей интерпретации вообще непонятно. Они живут прошлыми какими-то своими представлениями, воспоминаниями и так далее. Несмотря на то, что время движется, рядом с ними современная молодежь. Здесь и сейчас, да. И они вроде как бы здесь и сейчас, но они не здесь и не сейчас. Порядок обычно устанавливают те, кому нечего делать. И только когда они обнаруживают, что они еще способны чувствовать, они способны радоваться, они способны совершать какие-то совершенно непредсказуемые, иногда необдуманные, какие-то сумасшедшие поступки, способны влюбиться. Вот только тогда начинается вдруг жизнь. Вот этот спектакль ровно об этом. Что чувство, вот эта какая-то непредсказуемость, умение воспринимать все так, как оно есть, вот это ровно рождает жизнь. А все остальное ее останавливает. Написал сейчас один такой поклонник мой, который прям все время ходит на все спектакли, все время что-то там пишет. Я позвала как бы, ну приходите на старомодную комедию. И вдруг он мне пишет, простите меня, я не могу принять вас в роли пожилой дамы. Вы для меня всегда юная Мария. Я не приду, извините меня. Не хочу расстраиваться. Ну вот зря на самом деле. Потому что, ну не увидеть там ничего пожилого и затхлого и замшелого. Судя по тому, что говорят люди, потому что мне, конечно, изнутри немножко сложно судить, они говорят, что это смотрится без малейшего напряжения. В общем, если вы хотите увидеть нормальную, человеческую, искреннюю и честную жизнь, приходите на старомодную комедию. Каждая ваша роль, она с определенным флером вот этого психологизма жизненного исключительно не от артистки, а от женщины Ирины Клинковой. Вот в этой роли присутствует этот психологизм? Конечно. Вообще, я тебе могу сказать, что для меня вот это слово психологизм или психология, это вообще очень важная штука по жизни. У меня даже был период, когда я, ну практически 10 или даже более лет, очень серьезно этим занималась. Мне надо было понять себя, понять жизнь, понять людей, вообще научиться в людях разбираться. Для меня, честно тебе скажу, профессия моя, актерская, она вообще не цель. Это некое средство для того, чтобы, опять же, изучить прежде всего себя и все, что вокруг меня происходит. Есть роли, которые мне интересны, там обязательно должна быть трансформация. То есть это должно с чего-то начаться, должен какой-то произойти процесс трансформационный. И закончиться должно быть совершенно чем-то другим. То есть человек должен измениться обязательно. Мне кажется, что вот эта наша последняя премьера получилась очень такая, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень человечная, очень чистая история. То, чего на сегодняшний день, мне кажется, очень не хватает в театральном пространстве, в кинопространстве. Я часто хожу в театры, в разные, и езжу по миру, и хожу там в разные театры, в оперы, балет, в драматические театры и так далее. И мне никогда в моей жизни так крупно гениталии людей, как здесь в некоторых театрах, не показывали. И я когда вижу людей, которые сидят рядом, и говорят, как это ново, как это гениально, боже. Так вот я все думаю, когда заслуженные народные артисты встанут в единый фронт и скажут, вот этого быть не должно, ну или хотя бы хоть что-то по этому поводу скажут. Ну нет, все лапзаются. У всех все хорошо. Правда? У меня другая версия. У меня другая версия. Очень многие люди этому возмущаются, те, кто позволяет себе на это посмотреть. И очень многие люди высказываются по этому поводу. Другое дело, что если что-то происходит, это кому-то надо. Это не случайные все вещи. Оно поддерживалось, оно финансировалось, этому давалось дорогу, этому открывались двери. Но здесь же всегда стоит выбор. Вот когда... Это виноваты вот эти вот люди, продюсеры или еще кто-то. Но у меня вопрос. Есть артист, которому дают сценарий. Ему называют гонорар. Он же делает выбор. Угу. Есть зритель, который, ну вот, по мнению Климовой, не должен готовиться. Зачем? Ну как зачем? Ну если ему показывают Чехова, а из Чехова там только трусы на главном герое? Ну, встань и уйди. Восприми это как есть. Так вот вопрос. Не хочу. Человек, который не знает, кто такой Чехов, он может подумать, что Тригорин так и должен бегать по МХАТу. А, ты в этом смысле? Он же думает, что это так должно быть. Кто в этом виноват? Зритель, который не готовится, не подготовлен, не читает, забыл, что такое русская литература? Или же, наверное, это артисты, которые готовы, как был покойный Владимир Вольфович, под любого лечь, как последняя женщина с низкой социальной ответственностью. Вот кто виноват? Наверное, все-таки в любом конфликте, а это конфликт, судя по всему, виноваты обе стороны. С точки зрения общества мы очень много уже потеряли. Конечно, перестали читать, перестали стремиться к чему-то высокому, чистому и морально-нравственному. Это один процесс. Но я думаю, что все-таки, наверное, на нас лежит, я имею в виду, на сфере культуры, гораздо большая ответственность, потому что это наша задача. Вот эту культуру охранять, насаждать, распространять и показывать людям. Безусловно, если мы этим не занимаемся, наверное, это такое, ну, отчасти преступление. Потому что мы несем не культуру, а какой-то мусор, да, то, что опускает человека, а не поднимать его. Поэтому, да, абсолютно, ты прав. А есть табуированные темы, например, в спектаклях или в кино? Вот хоть миллион долларов, но играть не буду. Ну, во-первых, глушом бегать просто так не буду, конечно, точно. Если в этом нет какого-то очень серьезного смысла, который работает как бы на основную там цель произведения, да. Я знаю, что иногда говорят, о чем вы хотите сыграть, о чем вы мечтаете. И я поняла, что я почти никогда ни о чем конкретно не мечтала. Там, сыграть Джульетту или еще там какую-то конкретную роль. Для меня было очень важно всегда не роль, а тема и смысл. Даже если это вот такусенькая роль, но там есть интересная для меня тема и смысл, мне интересно. Я за это возьмусь даже бесплатно. Ну, злодеев, честно тебе скажу, играть не люблю. Каких-то вот прям совсем отъявленных негодяев не люблю. И, наверное, буду от этого как-то устраняться, чтобы потом не цепануть и не захватить, потом и не принести домой, грубо говоря. Вот поэтому здесь вот я лишний раз, ну, как бы подумаю, если там надо играть убийц каких-нибудь или там, ну, что-то совсем прям зло-зло-зло, да, такое. А все остальное, весь вопрос, опять же, твои отношения, что-то туда вкладываешь и насколько, ну, как сказать, насколько благородная у этого цель. Ты вообще не воображаешь, что мне очень нужно? Тогда что тебе с меня нужно? Ты правда можешь мне сказать? Идиот, лечись, понял? Но ведь слоник ведь далеко не положительный персонаж. Такая махровая девка, какого вела мужика. Ах, не будешь со мной, сейчас мы тебя еще и... И побьем. И побьем, да. Да. Штаты, бэби. Любимый мой. Не расстраивайся, не бывает таким, пап. Не верю я. Нет, не положительный персонаж. Но очень милый, согласитесь. А каково это было потом сломить, как сейчас говорят, хейт всей страны? Ну, тогда же люди не понимали, потому что так оно и есть. Тыкали пальцем, говорят, ах ты, разлучница. Слушай, ты знаешь, вот я не знаю, почему, но меня как-то Бог уберегает. Я вообще этого ничего не ощущала на себе. Но меня там совсем чуть-чуть. Особенно во второй части. Ну, прям совсем. Я не могу понять, как это так получилось, что это стало, ну, практически визитной карточкой артистки. Конечно, я этому безумно благодарна. Безумно. Действительно, было настолько интересно и увлекательно сниматься. И настолько легко это было делать и у Игоря Федоровича Масленникова, и с Витальем Мефодичем. И такая была какая-то потрясающая легкая атмосфера, творческая. И вообще, я забыла, что я молодая артистка даже тогда, да. И я себе объяснила, что вот, наверное, вот это состояние, оно потом перенеслось на экран. И это люди и ощутили, собственно говоря. И куда бы я сейчас ни приехала, и что бы я после этого ни делала, я по жизни уже слоник. Ну, вот на кой хрен я купила? Кровать новая. Широкенькая, мягенькая. Квартирка своя. Может, уедем? Мы уже об этом много раз говорили. Для меня это был положительный персонаж, который всего сам добился. И мне хотелось узнать, чем закончится дальше. Вот сейчас есть ли надежда на то, что все-таки возобновятся съемки четвертой части, и мы узнаем, чем же закончилась судьба персонажа? Вообще, я тебе могу сказать, что я прям зла на тех людей, которые не дали этому случиться. Ну, просто тупо люди не дали денег, хотя могли. И денег-то было, ну, как бы не так много надо. Игорь Федорович начал уже снимать, и мы уже несколько сцен отсняли. И он это делал на своей кровной практически. У него была даже такая день, говорит, я продам все, что у меня есть, но я это сделаю. И мы его уговаривали этого не делать. И была очень большая надежда, что все-таки люди, которые принимают решения, примут правильное решение. И мы очень много для этого сделали, и письма писали, и куда-то ходили. И, в общем, ну, очень много усилий потратили, но, к сожалению, не случилось. Хотя, ты абсолютно прав, это была бы очень логическая точка, во-первых, в истории, а во-вторых, это была бы совершенно уникальная возможность проследить не просто жизнь семьи, о которой рассказывают эти персонажи, а жизнь страны на протяжении огромного промежутка времени. Тот сценарий, который Игорь Федорович написал, и сейчас уже издана книга по этому сценарию, и действительно есть ученики, я очень надеюсь, что им хватит сил и настойчивости все-таки доделать эту работу автора, она очень любопытная. Это не какой-то современный экшен, это была история о детях, которые повзрослели. И еще одна тема, которая очень была важна для Игоря Федоровича, это тема семьи, которая разлетелась по разным странам. И это очень сейчас актуальная история, на сегодняшний день очень актуальная, когда нас разделяют по странам, по взглядам, по темам и так далее. Что касается Слоника, ты знаешь, я очень благодарна Игорю Федоровичу, он мне позволил поучаствовать практически в создании сценария и создании истории моего персонажа. Мне не хватало какой-то таинственности в этом во всем, и я Игорю Федоровичу предложила, говорю, ну вот никто же не знает, что там происходило между, мы же можем дофантазировать. А что, если она родила ребенка от него? А поскольку она девушка такая стойкая, она никому не сказала. И он даже не знает. Я говорю, представляешь, как это было бы круто и здорово, вообще интересно. И вот закрутить всю эту историю, что и здесь остался потомок. Он так ошарашен был сначала, говорит, Федорович, говорит, так, дай мне три дня, я подумаю. Думал, думал, потом звонил, говорит, я вас поздравляю, Елена Михайловна, вы мать. И появился персонаж, сын, персонаж Соломина, который потом оказывается знакомым с этими детьми. И все настолько переплетается. И в конце концов мы все встречаемся, и все дружимся, и все вспоминаем. И это совершенно какой-то невероятный, в общем, мог бы быть финал. Вот я вам так поспойлерила картину. Я-то буду ждать. Которую, к сожалению, пока нет. Сейчас, подожди, дайте я выпить, что-то не дай бог, кто решит позвонить. С времен, первое, было непонятно, причем в какой-то момент актриса, прекраснейшая певица, раз приходит на эстраду, попела, 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 ушла с эстрады, снова, значит, опять в театр. В кино пришла, взорвалась эта звезда Ирины Климовой в кино раз и то же. Ну, не хочу, ну, не зовут и не пойду. Я откажусь вообще от этой работы, все. И вся в себе думала, так, в чем дело? В чем дело, задавался я вопросом? Я туда сходила, посмотрела на это все дело. И поняла, что помимо того, что я очень люблю петь... Ирина Климова интересует. Давайте посмотрим. Ирина Климова. Поскольку мы разговаривали давно. Климова, Климова. Как я тебя ждала в тот мой зимний вечер, Как в тишине спала И как боялась встречи, Дом юга завела И в окна безветия Как я тебя ждала В тот хмурый зимний вечер Мне очень нравится работать в студии. Я люблю выступать на концертах. Но вот все остальное, все, что связано с этим, Оказалось, это не совсем моя история. Во-первых, вот эти бесконечные какие-то гастроли, Причем, как ты понимаешь, Когда человек, ну, артист, Не важно, там, по возрасту молодой, не молодой, Но начинает это делать, То, естественно, для того, чтобы добраться До больших залов, Нужно пройти огромный-огромный путь. Клубов, каких-то мелких мероприятий и так далее. А если вспомнить времена, У нас, в которой я начинала, Это 90-е были годы, да. Тогда вообще никакой культуры В восприятии артиста И в отношении к артисту Туда вообще не было. Люди приходили отдохнуть, Выпить, закусить, пообщаться, Я не знаю, там, С собой поговорить, С телефоном поговорить. В общем, какие-то свои дела решить. А артисты, это был некий такой фон. Вот они там, что-то где-то работали, Ну да, мы можем на них посмотреть, Даже иногда чем-то похлопать. Но мы заняты совершенно другим. И для меня, как артистки, Уже тогда ужаленные театром, Когда ты выходишь на сцену, Тебя слушают, Не разговаривают в этот момент, Никто не ходит, Не чавкает, не жует. В общем, это было как-то, Ну не очень комфортно. Прямо скажем. И я вспоминаю, Знаешь, вот один случай, Который меня доконал просто. Вот после которого я, Наверное, приняла решение, Что точно нет. Меня пригласили в гостиницу «Метрополь». Очень большие деньги были. Тогда, в общем, Тогда принято было платить Хорошие гонорары артистам, Даже начинающим, как ни странно. И я прихожу, Как бы меня заказали там Мою сольную программу. Вот. Я как честный человек Никогда не работала под фонограмму. Естественно, как бы я пела вживую. И когда я вышла на сцену, Я обнаружила абсолютно пустой зал. Там не было никого. Один какой-то печальный бармен, Который очень грустно На меня поглядывал из-за стойки. Понимая, что, в общем, Ну, это достаточно такая Экзекуция была для артиста. Но никого нет. Пустой зал. И потом я поняла, Что где-то далеко, В углу, за ширмой, Вероятно, сидит какая-то компания. Я ее не видела. И они меня не видели. И я работала, как радио. Я отпела, совершенно не понимая, Для кого я это делаю? Нужно ли это кому-то? Вообще, что я тут забыла В этом митрополе? Единственное, что грело душу, Это, конечно, гонорар, Который предстоял получить. И потом начался Вторая серия кошмара, Когда ко мне вдруг Подошли какие-то люди, Скажите, пожалуйста, Нам так все понравилось? Вы не могли бы еще раз То же самое повторить? За двойную цену. Честно тебе скажу, Конечно, жажда наживы Тогда взяла верх. Деньги были явно нужны. Я собрала себя в кулак И еще разочек, Часочек, Вот точно так же. Правда, я уже тогда Не особо выпендривалась на сцене, Понимала, что меня все равно Никто не видит. Главное было хорошо и чисто спеть. Я это сделала. Но после того, Как я приехала домой, Да, привезя с собой Очень хорошие, как бы, денежки, Я поняла, что у меня Просто начинается истерика. Я залезла в душ И два часа там Что-то прорыдала, проплакала, Потому что у меня было Полное ощущение, Что меня просто вот Использовали как, Ну, я не знаю, Не буду называть это грубое слово. И тогда я приняла решение, Что я больше не могу Тем заниматься. Это какой-то ужас просто. Это какое-то издевательство Над артистом, Над творчеством, Творчеством, Которым мне казалось, Я занимаюсь. Вот. И потом я потихонечку, Потихонечку, в общем, Свела это все на нет, Потому что, ну, Для меня, как для артистки, Это была, ну, пытка. Самая настоящая пытка. Но при этом, при всем Были хорошие, Хорошая собираемость зала. Была популярность. Плюс песни-то культовые, Которые стали культовыми Ирины Климовой. Это песни Сергея Трофимова, Моего безумно любимейшего. Да. Автора и безумно любимейшего артиста. Ну, как можно было от этого, От хорошей эстрады, Уйти только лишь потому, Что кого-то там не сидело. Ты знаешь, ну, Это, конечно, Ну, как сказать, Один из поводов, Из триггеров таких, да, Был. Конечно, Это не основная причина была. Это достаточно сложное занятие, Этим могу сказать. Особенно, когда за тобой Практически никого нету. Нету продюсеров, Которые в тебе кровно заинтересованы. Вот когда я писала альбом, Так получилось, Что у меня были люди и спонсоры, Которые мне помогли. Потому что это дорогое занятие, Извини меня. Для того, чтобы купить песню, Записать ее, Это очень много денег. Для того, чтобы тебе поработать, Ты должен вложить. А поначалу так больше, Чем ты зарабатываешь. Гораздо больше. Ты должен сначала вложить. После того, как спонсорская помощь закончилась, Я поняла, что я просто не в состоянии Выискивать эти финансы, эти ресурсы, Для того, чтобы просто работать. Это было очень сложно. Есть исполнители, которые сами пишут. Леня Агутин, например, Или Володь Пресняков. Великолепные исполнители, И потрясающие авторы. И композиторы, и поэты. Это одна история. А вот этот поиск песен, Потому что я не пишу музыку. Я помню, что для меня это было достаточно мучительное занятие, Хотя очень интересное, И мне нравилось. Но это было мучительно С точки зрения сил потраченных Искать репертуар. Сложно. Искать репертуар. Ведь теперь у наших повторившейся любви И станет сроком давности Всех жизней Опять везде И мается былое в темноте И потом ты понимаешь, какая штука. Но я человек Достаточно, блин, серьезный На свою беду. И достаточно серьезно Ко многим вещам отношусь. А шоу-бизнес Это все-таки довольно Ну, как сказать Не то, что легкий жанр. Конечно, с точки зрения труда Он очень тяжелый. Но необходимо Помимо каких-то серьезных Балладных песен Со смыслами Надо петь что-то очень легкое Для ног, грубо говоря. Чтобы люди могли Особо не там Заморачиваться Какой смысл глубокий И просветленный Ты вкладываешь В свое произведение А просто отдохнуть Просто повеселиться Просто потанцевать. А мне это было Крайне не близко. Вот я прям заставлял себя там И по-моему У меня так и не появилась Песня, где можно было Просто там Ну, два притопа, три притопа Не появилась. Ну, не лежала у меня душа туда. От цари до цари От темна до темна О любви говори По гитарной струна А потом Как бы вот эти вот Бесконечные гастроли По клубам По каким-то пырловкам Очень были тяжелые И физически были тяжелые А выхолопа было Достаточно мало Вот честно сказать Говоря про театр Моссовета Это один из немногих театров С которым никогда Практически никогда Не было связано Ни один скандал Но некоторых артистов Все равно Хейт Прилетал Вот был период Когда Ирине Михайловне Тоже прилетал Хейт У меня вопрос не про сути Этого хейта И я так думаю Господи Ну нашли до кого докопаться Ну до Климовой Но она же Божий человек Мария Магдалена Ну чего вы не докапываете Какая желтая пресса Какие сплетни Отсюда вопрос Есть ли какой-то Лайфхак Как сделать так Чтобы когда тебя Желтая пресса атакует Ты не велся на это Всю грязь А выходил из этого состояния И шел дальше С гордоподнятой головой Ты имеешь ввиду Какая-то ситуация С разводом что ли Вот это да С Лешкой Слушай ну вот честно тебе скажу Да Тогда был очень для меня Такой неприятный период Были какие-то у меня Иллюзии тогда Что нет Надо наоборот Рассказать какие-то вещи Чтобы люди поняли Да Может быть я буду полезна Кому-то Думала я Может быть кому-то Это поможет в его жизни Думала я наивно Идя там на какие-то Определенные передачи И потом Я поняла Что никому Ты ничем помочь Не можешь Все равно Каждый человек Помогать себе сам А вот терзать Собственную душу И что-то доказывать Что ты не верблюд Тоже совершенно Бессмысленно Потому что Все равно Вот ну как бы Если человек так считает Он все равно Будет продолжать Бесполезно Абсолютно Поэтому да Я прошла Этот период Был больноват Честно тебе скажу Я например Помню что был Один случай Вот прям Ужасающий Для меня Мы с ребенком С моим Отдыхали в Турции Он был еще маленький И тогда ему там Ну нет Лет 6 Наверное он был Как-то так Ну какой-то ужас Какой-то И весь отель Этот читает А мы идем И вот 2-3 дня Это был какой-то Кошмар Просто я не знала Вообще куда деваться И что с этим делать Главное Ну как-то мы это пережили Да Потом слава богу Эту газету прочли И выбросили Через несколько дней Немножко отпустила И в какой-то момент Я поняла Что знаешь Вот если ты Ну на самом деле Ни в чем не виноват Ничего плохого ты не хотел Если ты чист Грубо говоря То к чистоте Грязь Даже если она Прилипнет на какое-то время Она потом отваливается Даже особых усилий Не надо И я поняла Что просто надо Перестать реагировать На это Просто игнорировать Ничего не объяснять Ничего не комментировать Не давать никаких интервью Ни за какие деньги А предложений было Очень много И я понимала Что окей Ну вот я сейчас получу деньги А как я с этим жить То потом буду А как я посмотрю В глаза ребенку своему Да А с бывшим мужем Все равно надо общаться Он же папа Гребенка А родители Не дай бог увидят И что я с этим буду делать И я поняла Что я просто говорю Ребята Все Мне говорить на Артем Будешь неинтересно Не спрашивайте меня Я не пойду Больше на программу Я не буду Ничего комментировать Я просто В эту сторону Не смотрю Хотите Развлекайтесь Без меня Как я тебя ждала 90-е годы Без рэкета Никуда Любой артист Это всегда наезжал Это всегда должна быть Тусовка Рождественницы Встреч Иначе ты никому Не нужен У меня вопрос Как не попадясь Ни в первое Ни во второе Ни в третье Урина Михайловна Климовой Получилось быть На вершинах чартов Тогда 90-х годов Слушай Я думаю Что здесь Конечно Заслуга песен Я помню Что я записала Уже практически альбом Уже отработала В студии Я научилась работать С композиторами С аранжировщиками Это очень интересно Было То есть мне нравился Процесс И вот у меня Накопилось Определенное количество Песен С которыми Я честно тебе скажу На тот момент Не знала Вообще Что делать И вдруг Звонит мне Саша Иванов Группа «Рондо» С которым Мы не были знакомы На тот момент Сегодня я К тебе вернусь Моя неласковая Русь Говорит мне Ир Значит Год назад Я услышала песню Детский сон Посмотрела клип И заболела Детский сон Вернись наяву Ласковым дыханием дня Я записала Как бы песни У меня есть Совершенно потрясающий Композитор Сережа Трофимова С которым Мы тоже Тогда не были знакомы Есть песня Она поверила в сказку И я очень хочу Записать с тобой Детский сон Она поверила В сказку Из заблаков Конечно Саша О чем ты говоришь Во-первых Я тебя обожаю Как певца Ужасную Люблю группу «Рондо» Да и Сережа Трофимова Я на тот момент Уже знала Там По его первым Опытам Бьюсь Как рыба А денег Не на дыбах Вот И мы записали этот дет Он меня познакомил С Сережей Он посмотрел Что я сделала Он говорит Я понял Нужна песня Не было паровоза Как ты понимаешь Да Были хорошие песни Но не те Которые потащат за собой Все остальные Я напишу Сказал Сережа И пропал И я его Выискивала Выхаживала И просто Преследовала Практически Ну где-то Наверное полгода И вдруг Тоже он в какой-то момент Звонит Мне говорит Слушай Родилось Наконец-то И по телефону Значит На гитаре Играет мне песня Я так устала ждать Я понимаю Что вот оно За которого Можно зацепить Все остальные Вагончики И уже Дальше куда-то Двигаться Я Так устала ждать Обмани меня Вот мы с ним Записываем Значит Я так устала ждать Потом вдогонку Появился романс И стало понятно Что в общем Эти две песни Которые Ну как бы Сделают Обеспечат Некий результат И Саша Иванов Спасибо ему огромное Просто по гроб жизни Благодарна Он меня за руку Приводит на студии Союз Я показываю Весь материал Он нравится Потом я снимаю Клипы Сама их придумываю Вот И все хорошо Все замечательно Мы выпускаем альбом Со мной подписывают Договор на пять лет Это был 98-й год В феврале Я выпускаю альбом Делаю громкую презентацию Клипы Рекламу Все круто А в мае Накрывается Медным тазом Студия Союза Начинается кризис 98-го года И все руководители Союза Исчезают Все контракты Естественно Становятся Недействительными Ну вот Что это такое Потом еще Какое-то время Конечно я Повыступала Поучаствовала В программах Поконцертировала Но вот Как-то это все Знаешь Медленно сошло А потом Случается еще Один судьбоносный Случай Я задумалась О том Что наверное Надо возвращаться В театр И вдруг Я иду По улице Тверская Навстречу У меня идет Артист Сережа Виноградов И критер Ты не поверишь Мы только вчера О тебе разговаривали С Павловичем Хомским Тогдашним Художественным Руководителем Театра Театр ставит Спектакль Куколка По Тенниси Уильямс Там репетирует Артистка По фамилии Климова Твоя тезка Завтра забеременела И решила Что она пойдет Рожать ребенка И ушла Из спектакля Не хотела бы ты Вернуться На главную роль В родной театр Я конечно Давиду не подала Хотя я поняла Господи Вот он Тот знак Которого я ждала Куда мне дальше Собственно говоря Ну да Сказала конечно Я подумаю Я позвоню Я как бы там Да Вот Но через три дня Я была в театре Начала репетировать Ну вот что это такое Понимаешь То есть меня как-то вернули Опять В родную гавань Понимаешь И в свою Законную И органичную Ипостась Можно ли сказать Что сейчас найдена Золотая середина Я имею в виду Романтику Романца Я думаю Что да Потому что Понимаешь Ну как бы От пения Я не отказалась Я пою в театре Уже огромное количество лет У меня есть концерты У меня есть Свои сольные программы У меня есть даже Свой сольный Такой моно Там музыкально-поэтический Спектакль С которыми я тоже езжу И выступаю Там и на площадках разных И приглашают И даже корпоративы Иногда бывают Понимаешь На эту тему И в то же время Есть театр Да Есть кино Периодически Пока Вот И получилось Что палитра Гораздо богаче Оказалось Нежели я бы просто Вот стала Только певицей И больше никем То есть я могу Использовать И певческие Свои какие-то Способности И пристрастия И в то же время Не забывать Свою любимую Как бы Драматическую Ипостась Говоря про Иисус Христос Суперзвезда Ведь по сути Вот сейчас Опять я услышу Ответ тоже Это не цель Но все же Иисус Христос Суперзвезда Мировой Мировой бестселлер Мировой Мировой спектакль Мирового уровня Я никогда Не поверю Что после Этого спектакля Не было предложений От агентов Из-за рубежа Из Голливуда Может быть Из Франции И так далее Как бы сказала Товарищ Хлимова Никогда Сразу тебе говорю Вот Запад Никогда Никаких предложений Мне не делал Никогда В жизни Я на него Как-то не особо Внимание обращаю И он на меня Судя по всему Я не понимаю Как такое может быть Во-первых У меня тогда И агентов-то Никаких не было Собственно говоря И по-моему Их вообще тогда не было Были просто Киностудии С картотеками Жизнь не тянуло Наверное Это взаимно Это взаимно Запрещали Слава богу И с точки зрения Никаких не было За все 33 года Я по этому пути Я по этому пути Как так можно Для них это не история Это так странно Вообще выглядела Тогда Я прошла Конечно И в храме Господнем Была И все это Видела И изумлялась Всему этому Невероятно Я тебе могу сказать Что для меня Это конечно Какая-то очень непростая И знаковая И не случайная роль Начнем с того Что я сыграла Это в 25 лет Насколько я помню А 25 лет Это вообще называется Возраст Марии Магдалины Когда женщина Так знаешь Вот с крылопой Вдруг Хоп И цыпленочек Так начинает Проклевывать И что-то ты начинаешь В этом мире понимать И ощущать Ну представляешь Вот сколько лет Да уже Это все происходит Начинала Совсем молодой девчонкой Практически сразу После института Тогда Какая была Мария Я даже помню Знаешь Были статьи Когда меня обвиняли Что я была Слишком чистая И я тогда понять не могла Это недостаток Вы с ума сошли Как можно в этом Обвинять человека Она взрослела Вместе со мной И это так интересно Было наблюдать Я обнаружила Как менялась Пластика Как менялся голос Как менялись Какие-то акценты Даже мизансцены Вот с течением жизни Потихоньку Постепенно Постепенно Они изменились В зависимости от того Что было в самом начале И это так незаметно Произошло Я иногда вот Попадаю на какие-то там Старые кусочки Думаю Боже мой Мы вообще все по-другому Сейчас делаем Даже чисто географически То есть вот это вот И спектакли И эти роли Они мимикрировались Они возрастрели Вместе с нами И это невероятный опыт Какой-то Который вот мы прошли Потому что вот На сегодняшний день По-моему Никто Никогда еще Вот я уже говорю Давайте в книгу рекордов Гиннеса Несем наш спектакль И артистов Которые Тридцать с лишним Ред Играют одну и ту же роль Я не знаю Было ли еще где-то Это когда-то Кроме нас А вот так выглядела Мария Тридцать лет назад Это я Кто не знает Вот есть ли что-то Что здесь напоминает Ирине Михайловне О том Кто она есть Я про просветленную Слушай Ну про просветленную Вряд ли Просто единственное Если вспомнить Сколько лет Я сюда хожу Честно говоря Все как-то в тумане Единственное Что я помню Что я как-то Оказалась вот здесь Вот я Смотирую ножницы И ударила его Замужь вышла Не любя Силой Ты дали Меня Можно просветлиться Наверное Ну как бы Домик такой Понимаешь Домик В который ты Очень-очень Давно ходишь И я честно тебе скажу Вот настолько Я уже привыкла К этому Ко всему Что вот приходишь Перед спектаклем Заходишь И успокаиваешься Ты дома И все как-то уже Своим чередом Начинает двигаться Подготовка Да там Потом спектакль Потом приходишь Отдыхаешь Я никогда сразу Не ухожу Со спектаклей Обязательно посижу Чуть-чуть подышу Покурю Ну как-то так Чтобы себя прийти То есть это пространство Которое тебя успокаивает Оно твое Почему именно Муссовет Ведь можно было Остаться в Ахтангу Пойти в Амхат Но вариантов Была масса Тогда же еще не было Того просветления Что у самурая есть Что у Климга Есть только путь Нет Тогда была Абсолютная слепота Я понятия не имела Что мне делать Куда идти И вообще Вот этот период Я вспоминаю Как какой-то Ну очень страшный момент Для меня в жизни Окончание института Огромное количество Действительно Предложений Вдруг свалившихся Я совершенно Не добивалась этого И не ожидала Я просто хорошо училась Мне очень это нравилось У меня были удачные дипломы Я понятия не имела Что мне делать И мне было ощущение Знаешь Что вот я стою над пропастью И если я сделаю Куда-то неверный шаг Я упаду И я помню Что я не спала Не ела И даже мама Которая видела Вот эти все мои мучения Я не знала Что мне делать реально Просто иногда На ночь Мне наливала глоток водки Чтобы детеска Только успокоилась И чуть-чуть приспнула В этот момент Вот И потом я Ты знаешь Вот как-то я думаю Ну что мне делать Как же мне вот найти способ Все-таки Чего-то решить Про театр Вахтанкова Я понимала Что как бы Прямая дорога Более того Так получилось Что Меня даже не спросили Мне просто сказали Все Ты идешь туда И я туда шла Не с пустыми руками Я Прежде всего Шла со спектаклем Зекина квартира Который переносился Со студенческой Как бы скамьи На большую сцену И тогда уже Ставилась Начиналась Ставить Закат Бабеля И мне Как бы Прощили роль Маруси Ну Главную роль Музыкальную И так далее Но Поскольку я Очень хорошо знала Театр Вахтанкова Будучи Как бы Ученицей При вот этой Альма-Матер Тогда это были Не лучшие времена Театра Скажем Прямо Например Вот в Щукинском училище Где я училась Ну так За глаза Называли это Браска могилы То есть Артистку Которые туда приходили Там мы пропадали Собственно говоря Был очень тяжелый Период у театра Правда тебе скажу И мы ходили Смотрели на спектакли Некоторые спектакли Были ужасающие Просто вот так вот Мы сидели И смотрели Будучи даже студентами Которые мало еще Чего понимали И было очень тяжело И я видела этих артистов Иногда просто Уезжающих За границу Сбегающих С гастролей И такое было Кто-то Спивался Откровенно То есть В общем Картина была Нерадостная Прямо тебе скажу И плюс Еще конечно Вот этот вот момент Как я выйду На одну сцену Со своими учителем Я не представляла Ну невозможно Было себе представить Потому что я была Вот такая тогда До просветления Было далеко Очень Все это говорило Мне о том Что не надо Туда ходить Меня это просто Вот погребет И тогда я стала Ходить просто По театрам Смотреть спектакли Ну куда меня звали Там Ленком Современник МХАТ И театр Моуссовета И вот я ходила И смотрела Спектакли И не только Я ходила Смотрела Пространство Мне здесь хорошо Или меня что-то Напрягает Я легко здесь дышу Мне здесь комфортно Я себя расслабленно чувствую Или нет И когда я пришла В Моссовет Я вдруг почувствовала Мне здесь так хорошо Мне здесь так легко Вот этот воздух Это фойе Совершенно чудесное Я поняла Что я сюда хочу И как показала жизнь Это Это очень не случайное Для меня место Для меня театр Это образ жизни Это моя любовь Это мой дом Это моя профессия Это мое ремесло Это люди С которыми Ты живешь И работаешь Ну наверное Уже большую часть Моей жизни Это то Без чего Я не могу Представить Свою жизнь А мысли приходят Здесь когда Накладывается грим Мысли о том Что может быть поставить Этот спектакль Все-таки еще Ирина Михайловна Климова Помимо всего прочего Еще и продюсер На минуточку Ну скажем так Я дипломированный продюсер У меня был Небольшой опыт В этом смысле Но был Слава Богу После того Как я закончила Щукинское училище Через какое-то время Мне пришла в голову идея Почему бы еще поучиться Что я еще Не освоила В этой жизни Я пошла учиться В АВГИК И закончила Продюсерский факультет Продюсер кино и телевидения И после этого У меня был Очень интересный опыт Я сняла Двухсерийную картину Кино Для телеканала Россия Который назывался Дом без выхода Привет, Марьяна Здравствуйте Тетя Регина дома? Дома Проходите, Виолетта Тетя Регина Как практически Генеральный продюсер Продакшн компании Очень тяжелый опыт Надо сказать Я как-то знаешь Огребла сразу Вот все Что можно Огрести В этот момент С похищением денег С закрытием Одной компании Открытием второй компании Но как-то Меня прям По полной программе Так испытала Круто Но слава Богу Что проект Получился хороший Это была последняя Кстати, картина Ани Самохиной Ой, Тейна Я, конечно Не хотела вас огорчать Мы пережили Такой тяжелый Очень момент Когда, в общем Артистка, которая Прекрасно совершенно У нас работала Вдруг оказалось Что она уходит То есть она снималась Прекрасно С себя чувствует Совершенно великолепно Выглядит Все прекрасно делала И только в самый Последний момент Вдруг выяснилось Что, в общем Что-то не то Да, как-то она себя Вдруг плохо почувствовала А потом оказалось Что это финал Этой истории А не было желания Как продюсеру Поставить спектакль Например, классической Или снять еще одну Кинокартину Или закончить Зимнюю вишню Ты знаешь, ну вот С кино Настолько тяжелый Для меня был опыт И дело закончилось И дело закончилось Вообще достаточно Печально для меня Потому что Столько было Вложено сил И усилий И нервов Что после того Как я закончила Картину Сдала ее на канал Я потом Заболела так Что я год Практически не могла Никак вообще Вылезти У меня полетела Вся опорно-двигательная Система на нервной почве Тогда Что касается спектаклей Ты знаешь Ну вот, например Последняя работа Старомодная комедия Ну фактически Ну как бы Меня в театре Называют продюсером Спектакля Потому что Это была моя идея С которой я пришла К художественному руководителю И все, что происходило потом Это была действительно Такая продюсерская работа То есть я искала режиссера Там одного, второго Там выбирала актеров Придумывала Как это все будет происходить Организовывала Как бы здесь Всю постановочную работу Следила, отслеживала До сих пор Продолжаю этим заниматься Единственное Мне не пришлось искать денег Потому что театр В общем, ну как сказать Пошел на финансирование Не сразу, надо сказать Пришлось убеждать И как-то уговаривать Но получилось И есть результат Неплохой Часто приходилось Отказываться от ролей Сценариев, кино, сериалов Потому что не подходили тем Держите Только сначала ко мне заедем А то у меня дома переполох Моя мамочка так и знала Что эта езда тем и гонщится Что я на голову Наскачу и скалечу Я что-то никак не выяснил Ты разговаривать-то умеешь? Леша Слова-то какие русские Знаешь хоть? Не меньше Был период В кино Это были 90-е годы Когда началась вот эта вся чернуха какая-то Когда у нас там сексуальная революция поперла И все какие-то все либо проститутки Либо наркоманы Вот этого мне категорически не хотелось Во-первых, я хорошо была воспитанной девочкой И для меня это было прямо на что-то совершенно Непотребное И то, что совершенно нельзя было делать Я не понимала, как вообще это можно показывать А дальше, ты знаешь, отказывалась Если нечего играть, скажем так Если в этом не было никакого смысла Но этого было уже, слава богу, не так много Потому что потом наступил период Когда вообще, честно тебе скажу Кино почти из моей жизни ушло И мне не надо было париться на эту тему совсем Не париться Ну не может быть человек, артистка нещеславная Так не бывает Почему так произошло, что в 90-е Которые были страшные Куча была всего непонятного наснята Но при этом при всем рождались такие самородки А сегодня снимай не хочу И ну куда ни глянь Одни и те же лица А вот эти вот Я люблю тебя Нет, я не люблю тебя Я люблю его И вот это вот 256 серий Под кармелиту Под эту цыганскую музыку И человек, чего? Куда? Мы снимали художественное кино Как это и полагалось С выработкой в несколько минут в день А не в 40 минут в день Когда ну невозможно сделать хорошо Когда это должен выдать 40 минут А у меня был такой сериал Слава богу, ты его не видел Скорее всего и не смотри, пожалуйста 60 серий Вот по 40 минут Это было чудовищно Поцелуйте невесты называться А похоронный марш и сводный хор плакать Сейчас будет Будет из моря цветов Конфет Воздушные шарики И веселая музыка Жуть какая-то просто Ну вот и такой опыт в моей жизни был Да, к сожалению А что касается петербургских тайн Прости меня ради Христа Господь с тобой Не вини себя ни в чем Ты ничего не понимаешь Я была в суде Я все видела и слышала Господи, как ты могла перенести все это? Там происходило то, чего вообще сейчас молодые режиссеры Не знают, что так можно Мало того, что все читали сценарий Весь Более того, все приходили на обсуждение сценария Обсуждали роли И репетировали Но сейчас этого представить невозможно Когда подготовительный период у проекта длится два дня Но можно представить, что этим люди занимаются? Не занимаются А когда вот так вот постепенно, поэтапно Когда шили костюмы И мы приезжали на примерки Придумывали Обсуждали эскизы с художниками Господи, сейчас вообще это возможно на сегодняшний день? Нет, конечно Нет ли ощущения, что Юра, мы все Юра, мы все позабыли Те столпы, на которых держалась культура Сейчас вы взяли эстафету Дальше тишина Вот у вас есть сегодня из молодых артистов На кого мы все равняемся? Я думаю, что это такое ложное немножко ощущение Ты абсолютно прав, что есть какая-то общая тенденция И кажется, что все плохо Конечно, есть определенные провалы Безусловно Поколенческие, временные какие-то Безусловно есть Но это не значит, что так будет всегда Все развивается по синусоиде То вверх, то вниз Это нормально Вот ты никогда не замечал Что-то происходит или что-то ты имеешь в своей жизни И воспринимаешь это как должное И только когда теряешь Ты думаешь Блин, а вот это было важно А вот это было ценно Но потом мы вспоминаем Возвращаемся И опять Ну как бы поднимаем эту историю И перенимаем эстафету Я тебе могу сказать Ну вот я просто по своему ребенку сужу Моему сыну 20 лет Недавно исполнилось Он, как это называется Поколение Z Да, сейчас Кто сейчас у нас? Я не разбираюсь в них Поколение ТикТоп 20-летний парень Недавно закончил школу Сейчас вот Слава богу Как бы Нашел свой жизненный путь Будет получать профессию Ему не интересен ТикТок Он с удовольствием изучает Очень серьезные вещи какие-то Смотрит хорошие фильмы Ходит на концерты Обожает классическую мужскую На мое удивление Потому что я ее Не очень люблю Если честно Он ходит в театры Это тоже самое поколение Ты думаешь, он один такой? Их много Нет, не один Я вижу Много? Они есть Значит, есть кому поддержать эстафету Поэтому не все так плохо Нет Даже если мы что-то утратили Что-то потеряли Поверь мне Придет поколение Которое вернется к этому Оценит Потом возьмет все самое лучшее И еще обогатит и дополнит Все хорошо А каково это Быть просветленным человеком Говоря современным языком И находиться де-факто В шоу-бизнесе Ну вот вы приходите Просветленная Спектакль Концерт Телевизионная съемка Корпоратив Тусовка Как найти просветленному человеку На таком мероприятии Вообще Первое О чем поговорить И второе Ну хоть что-то Что откликается в ней самой Слово просветленное Меня слегка так Поднапрягло Я не знаю Являюсь ли я Этим словом или нет Что касается Ты говоришь Шоу-бизнес Профессия Но еще раз говорю Это инструменты И очень классные И очень интересные Это такая увлекательная Какая-то игра В которой мы играем Изучая себя Прежде всего Ну и мир вокруг себя Почему не шоу-бизнес Почему не профессия Актерская Это вообще очень интересная штука Это почти психодрама Это почти психоанализ Вот то, что мы занимаемся Разбирая пьесы Играя на сцене Да и в кино То же самое Мы же проникаем В глубь характеров Человеческих Взаимоотношений Это все очень как-то связано Для меня Другое дело Что если Какие-то правила игры Того, например, шоу-бизнеса Для меня некомфортно Ну я зашла Посмотрела Обнаружила, что не все Как бы мне комфортно И мне нравится Ну и пошла дальше Собственно говоря Почему нет Приходит Ирина Михайловна Климова И подходит молодой артист Может быть даже Очень популярный молодой артист Вы ему про Шопенгауэра Слушай, я этого не делаю Те умоляю Ну ты что А он вас шиперит В этот момент Ну и ради бога Почему нет Причем какой Шопенгауэр Ну зачем это Зачем Какие-то совершенно Неуместные вещи Делать там Где-то неуместно Скажем так Очень правильно Видеть то, что есть А не скучно Ну когда видишь Все, что есть Да это очень интересно Ну как Ну вот стоит человек Ну куда Ну так сказать Не в красную армию И что с ним делать Да ничего с ним не делать Слушай, у него такой путь Это тоже интересно Другое дело Ты можешь с этим не согласиться Ты можешь это не принять И не воспользоваться Ну посмотрите Наверное, интересно на это Я провел социальный опрос Среди молодого поколения О том, кто такой Александр Абдулов Кто такой Спартак Мишулин И так далее Ну мне говорят Это люди, у которых 25 детей Ну серьезно Потому что в прайм тайм На протяжении долгих лет Насиловать мозги людей Вот этим всем Ну артисты Заслуженные, народные Которые приходят Да я помню Как сейчас Было это 70 лет назад Да-да, вот он подошел И я была Все так орать Ну неужели нельзя Кто в здравом умеет Твердой памяти Сказать Ты что творишь Прекрати это рассказывать Вот не было желания Подойти к какой-нибудь такой артистке Или артисту И сказать Что ты творишь Не позорь ни себя Ни память великого человека Ну ты думаешь Это будет И иметь результат Я думаю Взрослые люди Понимаешь Воспитывать можно Ребенка Пока он маленький Переделывать И воспитывать Взрослого человека Особенно Когда он тебя не спрашивает Глуповатое занятие И бесполезное Одно дело Если бы тебе кто-нибудь Пришел и спросил Вот слушай Я вот хочу Как ты думаешь Стоит? Тогда ты можешь сказать Не стоит Ну или какое-то Своё мнение высказать На эту тему А если тебя не спрашивают Ну слушай Это его выбор Это его путь И ему собственно говоря Разгребать последствия Вот что хочется сказать Коллегам Ну друзья мои Давайте мы вспомним Что мы все-таки Работники культуры Вот это слово Очень важное И что мы Своими культурными делами Должны делать Для чего мы вообще Вот работаем Наша задача Увеличивать свет В человеческой душе Вот если все время Об этом помнить Тогда ты можешь понимать Вот программа Которая тебя зовут Оно соответствует Этой цели Ты увеличишь Задачу выполнишь Если да Идешь Роль Которая тебе предлагает Оно будет способствовать Выполнению этой задачи Если да Делаешь Если нет Не делаешь Раз уж ты В этой струе находишься Выполняй задачу Но неся ответственность Вот и все Это ответ Красивой молодой женщины И заслуженной артистки Ирины Климовой А каков был бы ответ Главы профсоюза Театральный артист Пойдет на какое-нибудь Такое шоу Раз увидела Что с ним сделать Послушай Наши артисты Себе такого не позволяют У нас очень Интеллигентный театр Причем без дураков Действительно И те люди Которые сюда приходят Они Ну как бы Вписываются Вот в этот стиль И поведение И жизни И традиции И не ведут себя Таким образом А если начинают вести Они здесь Не задерживаются Долго Не задерживаются Долго Глава профсоюза Поэтому здесь Неприемлемы Такие вещи Они не происходят Слава тебе Господи И прописочивать Никого не требуется Я люблю Социальные сети Более наивного И искреннего Аккаунта В одной из сетей Кроме как Ирины Климовой Я давно не встречал Моя первая сторис Это так невинно Это так Это так Слушай Я вообще в этом Ничего не понимаю Не разбираюсь Честно тебе скажу И при этом Один из немногих аккаунтов Где действительно В аккаунте Кусочки спектаклей Кусочки из интервью Обозревательный Такой контент Мне мало У меня вопрос Почему Блогеры Ирины Климовой Пока не случилось А второе Почему Так мало Вот мало Мало этого контента Который человек Должен увидеть Ну потому что Он включает Например телевизор Там федеральный канал Видит передачу Например Три аккорда Или привет Андрея И так далее Театр блюсти И он же Сейчас как Сейчас сразу Ищет тебя В социальных сетях Чтобы узнать И он ждет Когда наконец-то Ирина Михайловна Он это выложит Вот оттуда 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 Я во-первых Очень долго Понимала Вообще Для чего это надо Очень долго Не могла понять Хотя смотрела Что все мои коллеги Уже давно Что-то завели Что-то ведут Я не понимала Для чего это Что-то такое Вообще Вот потом Я подумала Ну раз все делать Наверное надо Завела С большим трудом Инстаграм Что-то я там Начала выкладывать Рассказывать Делилась Какими-то впечатлениями В голову Мне не приходило Что это надо Как себя там Популяризировать Я думала Для работы Чтобы люди приходили В залы В театр Потом я обнаружила Что ни хрена Это не работает Никто особо Ну смотрит Это как бы Отдельная какая-то история Не влияет На количество Проданных билетов И подумала Ну а зачем тогда Собственно говоря Мне важно Чтобы я как бы Привлекаю к театру К спектаклям К каким-то просмотрам На работе А оно не работает И вот до сих пор Я пока Вот честно тебе скажу Может быть это поменяется Не знаю Но я пока Особого смысла В этом Не вижу Максимум Что я делаю Я просто рассказываю Какие спектакли Вы можете Дорогие товарищи Посмотреть И когда Сейчас вот у меня Есть потрясающая совершенно Девочка кстати Из Донецка Вот она мне делает На каждый спектакль Роли Какие-то кусочки Спектакля И так далее Вот все что я сейчас Как бы выкладываю Самое лучшее Афиша Ребята Но в картинках Со всякими Там Привомбасами Там Чтобы это было весело И не скучно Вот пока так Во всем остальном Слушай Пока я в поиске Я пока Не сильно увлечена А после закрытия Вот этого всего Хозяйства Вообще не понимаю Какой смысл В этом во всем Смысл есть Я объясню почему Мы разговаривали С одной артисткой Я ее обвинил Прилюдно в том Что именно Из-за них Из-за них Но сейчас могу сказать И Именно из-за вас Появляются Такие Недоблогеры Даже назвать их Не хочу Нечего им рекламу делать Которые занимают Эту нишу И к сожалению Здесь уже Предложения Диктуют спрос И у зрителей Не остается Никаких возможностей А что Ну как бы он Забивает Ну я тоже Забиваю Например Артистов Которых я люблю Или исполнителей Наших российских И я их не вижу В социальных сетях И что я могу поделать А мне вот дают После этого В рекомендациях Вот этих вот Недоделанных Что у меня остается Хочешь не хочешь Ну соглашусь Подумаю Еще знаешь Один момент Который тоже Меня в какой-то момент Остановил Прям вот Активно Что-то выкладывать Я вдруг обнаружила Что Знаешь Есть артисты Но не только артисты Которые каждый свой шаг Я пошел туда Я съел то-то Я купил то-то Не знаю Кому это интересно Вот Но Я пробовала Даже в какой-то момент Но не так подробно Конечно Не каждый Ну там Шагов через десять Что-то И в какой-то момент Я вдруг обнаружила Мне это так мешает жить Мне это так мешает Проживать момент В котором я нахожусь Потому что Вместо того Чтобы окунуться И прожить То что со мной происходит Там я куда-то пришла Я что-то посмотрела Да Я там на какой-то программе Побыла Пообщалась Что-то сделала Или куда-то поехала Или действительно Там, ну не знаю Какое-то событие произошло Я вместо того Чтобы проживать Я начинаю думать Так, мне это надо снять А как снять Это надо выложить То есть это мешает тебе Ну просто жить Жизнь Мешает Ну про Кстати про нишу Я с тобой согласна Что действительно Если Ну у тебя есть Возможности Ты можешь делать Что-то качественно Лучше делать Правда Иначе Тараканы появятся Дорогие Зрители Ну Прежде всего Конечно Очень хочется пожелать Чтобы все были здоровы Это очень важно Потому что без здоровья В общем Все остальное Осуществлять Достаточно Сложно А еще Если будет здоровье То будет возможность Наслаждаться этой жизнью Радоваться Жить ей В полной мере Вот я очень бы хотела Чтобы каждый Из нас Из вас Не терял способность Удивляться Высторгаться Радоваться Познавать Искать что-то новое Не стареть душой Я От всей души Вам желаю Не терять Вот это вот Ощущение Полной Полноценной И полнокровной жизни Выбирай Не знаю Ну чего тебе хочется Мне очень нравится Восполнение Ирины Михайловны Песня Не отрекается Любя Давай Очень нравится Давай С удовольствием Сейчас я поработаю Детский закем Секундочку Сейчас я найду Где это у нас Не Вот Не знаю Что ты пишешь Ну Ну В мурском Не отрекается Не отрекается Любя Ведь жив Качается Взор Я перестам Ждать Тебя А ты придешь Совсем Нельзя Не отрекаться Нельзя Нельзя Не отрекаться Придешь Когда темно Когда в окно Не отрекаться Нельзя Когда в окно Когда в окно Когда в окно Не согревали Мы Друг 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 Ты придешь Когда темно Не отрекаться Хочешь Теплоты Не полюбившись Когда-то Что Переждать Не сможешь Ты Трех Человек У Автомата Вот Как захочешь Теплоты За это Можно Все Сем Отдать И До того я В этой Верну Что Друг Мне тебя Не ждать Весь Субтитры создавал DimaTorzok